Обычно этот троллейбус курсирует по кольцевому маршруту номер 22 и связывает улицу Генерала Жидилова с центром города. Таким образом он работает с октября прошлого года. Это экологически чистый вид транспорта, предназначенный для льготных категорий граждан. Протяжённость маршрута составляет 32 километра. Причём из них в неконтактной сети он проходит 15 километров. Этот троллейбус уникальный. Уникальный он, во-первых, то, что он переделан из старого троллейбуса ЗИУ-9 на автономный ход. Но уникальность его заключается ещё и в том, что переоборудование полностью производилось по чертежам и выполняли это переоборудование работники именно нашего предприятия. То есть этот троллейбус действительно уникальный, такого больше нигде нет. Управление оно, в принципе, ну как ЗИУ. Это, в принципе, ЗИУ переделано на новый лад. А вот то, что электроника, намного лучше, чем на старых ЗИУ. Всё-таки электронная, когда электронная система, она более лёгкая, более лучше управляемая, разгон лучше. Вот машина пошла, даже не чувствуется. В предприятии Севэлектроавтотранс считают, необходимо испытывать новые возможности транспортного средства и попробовать увеличить расстояние прохождения троллейбусом вне контактной сети на 5 километров. Мы хотим его пустить по немножко другому маршруту через Максимову дачу на 5-й километр. Огромное количество предложений по организации новых маршрутов поступает от жителей и гостей Севастополя. Есть идея связать Ленинские и Нахимовские районы, пустить троллейбусы от 5-го километра на Фиолент или Балаклаву, в Казачью бухту. Обязательно надо, чтобы сделать, чтобы туда пустили троллейбусы. А так, конечно, если пустят троллейбусы, то это было бы вообще шикарно. Приезжих много, больше будет людей туда ездить, на пляже, смотреть батареи эту. Пусть. Я думаю, я за, если это лично меня касается. Я думаю, все за. Положительно. Пусть люди ездят на троллейбусы. Сотрудники предприятия уверяют, готовы организовать новые маршруты вне контактной сети. Именно поэтому в планах расширение парка троллейбусов на автономном ходу. К тому же, с лучшей стороны показал себя маршрут номер 22. За год эксплуатации у нас не было таких вот серьёзных моментов, которые бы говорили о том, что неправильно что-то было сделано. Он работает каждый день в любую погоду. Перевозит именно социально незащищённые слои населения. Поэтому расширение такого парка у нас в планах. Мы надеемся на понимание правительства города Севастополя, на их поддержку. Кроме того, у Севэлектроавтотранса есть договорённости с предприятием-изготовителем билетных аппаратов. Троллейбусы будут выходить уже вместе с этими устройствами. Таким образом, отпадёт надобность в работе контролёров. Кроме того, здесь собираются наладить собственное производство троллейбусов. Это испытание транспортное средство прошло успешно. А за 20 километров аккумулятор разойдился на 60%. Уже на следующей неделе пройдут тестирования по маршруту улицы генерала Жидилова-Балаклава. Руководство предприятия хочет быть уверенным в возможностях троллейбусов на автономном ходу и в том, что им удастся выполнить просьбы жителей города.